здравствуйте дорогие друзья снова с вами я сергей конторович мы будем дальше заниматься изучением и я признателен вам за ваше терпение что вы до этого четвертого урока дошли со мной давайте будем дальше путешествовать на прошлых уроках мы говорили о том что вот эта идея отмены богом синайского завета заповеди торы она не имеет под собой никаких оснований не моисей не пророки не сам и шо никогда не учили против закона и никогда не говорили что он будет отменен для народа израиля что этот антихрист только будет пытаться отменить законы и праздники господни для народа израиля мы говорили о том что есть какая-то сложность с апостолом павлом с шаулем что его письма часто видят как анамиски как учащие что закон больше не имеет никакой роли и силы и мы убедились что это по крайней мере как минимум противоречит потому что мы видим о самом апостоле что он сам жил как евреи всегда что если он действительно так верил так учил и при этом таким образом публично о себе свидетельствовал и в подтверждение это даже приносил фальшивую ложную жертву храме то это представляет его моральный облик чрезвычайно не негативно так что мы не можем на самом деле следовать за ним как за учителем поэтому конечно же и апостол павел шауль тоже не учил против против закона сегодня мы поговорим о втором от отрицании мы говорим об об идее отмены избранности народа израиля мы поговорим об этом кратко поскольку мы уже поскольку могу мы поговорим об этом кратко поскольку на самом деле эти две отмены тесно связаны одна с другой отмена избранничества народа израиля конечно же логически вытекает случай если завет на синае больше не актуален поскольку избрание народа израиля связано с синайским заветом если синайский завет актуален если тора актуально если завет между израилем и богом актуален если заповеди торы актуальны то конечно избрание народа израиля никуда не делась если мы видим что мессия шо никогда не учил против заповедей если апостол язычников шауль апостол павел никогда не учил евреев оставлять закон моисеев то очевидно что и вся еврейская община верующих вешула была правоверно иудейский соблюдающие заповеди торы ощущающие себе свое единство с народом израиля с синайским заветом а не только с новым заветом поэтому это уже вытекает не отвержение народа израиля не отмена этого избранничества из из того что не отмененные синайский завет но тем не менее мы о некоторых вещах сегодня поговорим во первых мы должны вспомнить о том о чем уже говорили выше о том что быть евреем это все-таки не национальность как минимум не совсем национальность потому что во первых евреем можно стать а во вторых на самом деле избрание собственно народа израиля создание народа израиля господом богом она имела как бы как раз предназначение чтобы народ израиля соблюдал заповеди божьи и таким образом представлял творца в этом мире поэтому на самом деле быть евреем это минус не столько национальность сколько исповедание образ жизни выражающие в соблюдении заповедей тора если тора отменена израиль конечно исчезает если тора актуальна то израиль никуда не делся и вот что говорит по этому поводу сам бог через пророков и риме 31 глава 35 по 37 стих так говорит господь который дал солнце для освещения днем уставы луни и звездам для освещения ночью который возмущает море так что волны его ревут господь саваоф имя ему если эти уставы перестанут действовать передо мной говорит господь то и племя израилева перестанет быть народом передо мной навсегда так говорит господь если небо может быть изменено вверху и основание земли исследованы внизу то и я отвергну все племя израилева за все то что они делали говорит господь то есть бог прямо говорит о том что избрание народа израиль неизменно каким образом можно зная этот текст извлекать какие другие идеи совершенно непонятно бог сравнивает избрание народа израиля законами сотворенными физического мира поскольку законы сотворенного богом физического мира неизменно то избрание народа израиля неизменно нам может быть особенно важно обратить внимание на последнее предостережение. Если небо может быть измерено вверху и основание земли исследовано внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь. Они говорят, что Бог отменил Синайский завет и вынужден был заключить Новый завет, потому что Израиль нарушил Синайский завет. Но мы уже говорили о том, что все заветы сохраняются, никуда Новым заветом не отменяются, а каждый Новый завет вбирает в себя предыдущие базируются на них. Кроме того, и Новый завет ведь Господь Бог заключил не с народами мира. Это очень интересный момент, потому что мне приводилось спрашивать очень многих христиан о том, с кем Бог заключил Новый завет, и большинство христиан довольно дружно отвечают, что Бог заключил Новый завет с христианами или с людьми, с человечеством и так далее. И это совершенно противоречит тому, что говорится в Священном Писании, причем и в Ветхом, и в Новом завете, потому что Господь Бог заключил завет Новый, так же, как и Синайский, с народом Израиля. И все. Все остальные народы присоединяются к этому завету, а не потому, что Бог заключил его с ними напрямую. Бог через Иеремию, через Иеремию, прямо говорит, что его избрание неизменно и не зависит от грехов народа и Израиля. Израиль не был избран за заслуги и не будет отвергнут за грехи. Так этому учит Священное Писание. Это имеет далеко идущие последствия. Давайте подумаем. Если Господь Бог избрал народ Израиля не за заслуги, а обещал, что этот завет будет вечен, что Бог будет наказывать народ Израиля, конечно, но никогда его не оставит, потому что он заключил с ним вечный завет. А потом вдруг, в силу каких-то причин, в силу того, что народ Израиля изловчился и так ужасно нагрешил, что Господь Бог передумал и таки отверг свой народ, то давайте подумаем, на что надеются христиане. Да, Бог дал Спасителя Ишуа, Мессии Иисусу Христа, в жертву за грехи людей, и христиане верят, что Он умер за их грехи. Однако нигде в Священном Писании не написано, что Бог одобряет грехи. Говорится, что если прежде с жертвоприношениями тельцов и козлов Бог так строго относился к грехам, то Он еще более строго относится к грехам после того, как был принесен в жертву Святой Праведный Мессия Израиля. Тем не менее, все христиане грешат. Если Бог может передумать и дав вечное обетование народу Израиля, решил от Него отказаться, то где гарантия, что из-за грехов каждого из вас Он не откажется от любого из вас? На самом деле, это же общая библейская идея. Нет же никакого отдельного откровения Нового Завета или Ветхого Завета. Есть одно божественное откровение, и Бог к себе не противоречит. Если Он поставил вечный Завет с народом Израиля, обещал от Него никогда не отречься и простил грехи народу Израиля, то на самом деле это вселяет надежду и в христиан, в том числе и из неевреев, которые присоединяются к Новому Завету, который основан на милости Божьей, когда Господь Бог обещает не отвергнуть верующих в жертву Мессии Иешуа. Вот что пишет апостол Шауль Павел неевреям, то есть верующим в Иешуа из народов. Римлянам, 11 глава, 25-29 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и это завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленной Божьей ради отцов, ибо дары и призвания Божьи не приложены». Здесь говорится очень интересные две вещи. Во-первых, дары и призвания не приложены, то есть, раз Господь Бог призвал народ Израиля и дал ему обетование и дары, то это не может быть изменено или отменено, и это верно и для верующих в Иешуа, поскольку верующим в Иешуа тем же Богом даны обетования и дары, то это тоже не может быть отменено. Второе, о чем здесь говорится, обратите внимание, на что надеются верующие в Иешуа. На то, что Господь Бог покрыл наши грехи. То есть, на самом деле мы не заслуживаем его милость, а он проявляет свою милость к нам вопреки нашей греховности и немощи. Так, ровно то же самое говорится о народе Израиля. Господь Бог, однажды избрав народ Израиля, в определенный исторический момент покрывает грехи народа Израиля, потому что он это обещал. Иными словами, Бог избрал наш народ, у него есть для нашего народа план, в том числе частью этого плана является спасение неевреев. Мы об этом сегодня не говорим, каким образом это осуществляется и почему это осуществляется через неприятие благовестия народам Израиля. Это очень важная и непростая тема, но мы об этом не будем сегодня говорить, но это часть Божьего плана. И даже неверие и грехи Израиля есть в плане Божьем по исправлению мира. Но в конце истории все обвинения с Израиля будут сняты, грехи прощены и весь Израиль спасется. Это учение Нового Завета. В книге Откровения в 7 главе в 4 и 9 стихе написано следующее. «И я слышал число запечатленных запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых после этого взглянул я и вот великое множество людей которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Книга Откровения в этом тексте показывает нам Аля Маба грядущий мир в котором спасенные стоят перед престолом силышнего и я хочу чтобы вы обратили внимание конечно поскольку народ Израиля очень маленький и всех остальных народов гораздо больше то перед престолом стоят все народы и их очень много так много что не перечесть спасенные из народов стоят перед престолом Божьим но в начале перед этим отдельно замечу упоминаются спасенные из народа Израиля то есть на самом деле отдельное особое положение евреев сохраняется даже в мире грядущем я знаю это для многих из вас новая неожиданная тема и может быть даже неприятная почему-то но тем не менее это то что говорится в священном писании я просто хочу обратить ваше внимание на то что даже в книге откровения в текстах которые говорят о грядущем мире нет никакого смешения Израиль не растворяется среди народов хотя и те и другие вместе спасены я просто хочу обратить ваше внимание на то что и в грядущем мире который открывается нам в книге откровения нет никакого смешения между евреями и всеми остальными народами хотя народы и это прямо говорится превосходят численно спасенных из народа Израиля спасенных из народов нельзя сосчитать а спасенных из народа Израиля называется даже конкретное число тем не менее мы видим что нет никакого смешения евреи отдельно и неевреи отдельно хотя и те и другие вместе спасены и вместе находятся в этом грядущем мире перед престолом Творца и Агнца на этом мы сегодня закончим благодарю вас за внимание до следующих встреч всего доброго субтитры